Здорово, сегодня в лучших традициях Дарк РП у нас будни администратора. Токсичные свиньи, недоразвитые школьники. С этими персонажами вам придется сегодня познакомиться. Сегодняшняя культурная соития в самом его плохом значении будет проходить на сервере Мухосранск РП. Айпи я оставлю в описании, заходите. Давайте битами раз на раз, раз вы такие красавцы. У меня нет битов, блядь. Я тебе дам битов, я тебе дам битов. Доставай биты свои, чтобы мы убедились, что у вас есть битов. Нет, там они будут, вы нас застрелили. Здесь хотя бы будет мочиться до крови. Давайте мы будем мочиться. Смотри, у меня нога ранена из-за этого ёрка. Я тебе дам битов, я тебе дам битов. У тебя есть бинты, блядь? Бинты? Нет, у меня нет. Капюшон, как тебе такая идея, чтобы я тебе сейчас колени сломал на месте и воткнул тебе в бок гнилую отвертку. И потом ты со столбняком сам решай проблемы. Слушай, что ты, чё ты, где ты, блядь? А то, что ты мне сделаешь, пожалуешься на меня? Где отсюда, я тебе сейчас ударю, битов тебе потом. Да? Да? Менты фиг появятся у тебя. Да, да. А чё ты вышел вообще на улицу? Тебе чё? Дезай не задали, я не понял. Всё, давай мне битову, я разъеблю. Ну оно и видно, то, что ты так одеваешь. Ты посмотри на себя, ты же быдло. Форменная быдло, ты глянь. Маргинал в первозданном виде, ты посмотри на себя. Ты вообще кто такой? Посмотри на свой лук. Кто так одевается в 22-м году? У тебя даже трендовых цветов нету. Вот, видишь, пацан, у него трендовый цвет в спортивном костюме. У него цвет такой, фиолетовый, малиновый. Он в тренде, а ты нет. Ты модель, что ли, что ты носишь, он ли чёрный, да? На модель ты не похож. Да мне посрать вообще. Да тебе я на всё смотрю посрать. Тебя посрать на свою жизнь, ты забил на неё, чел. Ты забил на свою жизнь. Уйди отсюда просто. Ты выходец из этого, из секонд-хенда. Ты там родился? Давай битами на кулаках. Битами на кулаках? Это как? Это новый вид боя какого-то трался. А его ты не тронешь. Что ты там снесёшь? Ты максимум себе два яйца снесёшь. Ты не сможешь её поднять. Ты знаешь видео, где чел палкой размахивал в комнате? Здравствуйте. Кеплеомакс. Меня зовут Кеплеомакс. Я собираюсь показать вам парочку моих. Помнишь его? Вот ты это он. Это... Вот он это ты. Ты себе ногу сломаешь этой палкой, чел. Всё, видишь, он не вывез диалог. Он слился сразу на месте. это мой короче самый лучший друг на свете сам плоти четко то есть врачок не вместо горечил который выглядит как типичный таксос пошел нахуй мне вот это вот пытается изрыгивать чел который вот он был в мире чем то есть он налога брови больше но это значит я забор чего преимущественно дает и дал их откуда жопа пересадился тебя посадят с жопы волосы на брови пересадил серьезно долбаебина иди нахуй это все что может сказать серьезно вля чел иди нахуй долбаебина ты конченое существо о слышь нихуя не сделал а что сделал оделся как долбаёб это максим что ты сделал долбаебина я тебя в рот тебе безда с самого начала оскорбления не были подкреплены какой-либо адекватной причины ну просто чел подошел и начал срать через рот сами понимаете я решил ему естественно выдать мут на текстовый чар чтобы немного угомонить его но на этом решил не останавливаться и нарушил правило с плохим текст скрином если же мут на серваке носит такой ну некий воспитательный характер просто тебя затыкает на какое-то время то джайл уже за плохой текст скрин обеспечен по пизде по пизде попуск еблан хуй соси пидор гной грязь ебаная видимо все чё нормально тебе да нормально тебе дал ебать ты тип сейчас подожди подожди прикол да да ебал конечно блять ебаные долбоебы в рот ебал долбоебы ебаные 90 минут я могу ему выдать 84 смотри смотри слышь прикол смотри смотри сейчас бандона уничтожит сейчас уничтожит еда ни хуя не можешь 98.4 какая наказана если я себя увижу на твоём анале я тебя пробую а теперь по-русски пожалуйста с языка свиноты переведи увидишь увидишь он постоянно какие-то угрозы кидает то он бит и меня отпиздит то он меня проклянул что-то мне немного непривычно смотреть на рынок не зимний ну ладно поехали еще куда нибудь мне бы знать где людей побольше по пустой карте бегать такой не кайф ужас но есть такое смотри 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 стой стой назад назад сдай про что ты делаешь эй слышь да это скончили все штрафы подводства зачем ты машину расстреляешь это типа восстание против государства нет это обозначение то что с тобой я бы в части работаю здрасте от голода умираю хочу зайти купить что-нибудь итак смотрим на серваке действует камчатс я заехал в магазин чтобы закупиться едой и достаточно адекватно объяснил полицейскому что мне нужно закупиться иначе я умру а здорово а что есть я только что тебе сказал что я умираю от голода я хочу есть очень сильно если же у меня на канале присутствуют такие люди которые не могут понять что происходит поясняю он нормально на это отреагировал и не стал сажать меня в тюрьму в итоге он пошел ловить другого человека и естественно он его посадил в тюрьму но смотрите что было дальше что есть из еды ты можешь мне сказать нет да да водка горох кукурузу вот она рп погоня полицейского в пятерочке на гастелло в городе батайске за мелким воришкой по информации из неподтвержденного источника подозреваемый просто украл несколько новых скрипишей из серии бравл старс это является адекватной причиной для того чтобы открыть по нему огонь ладно шучу перед нами отсталый школьник который не знает как играть за профессию полицейского но все равно почему то ее берет нихуя хорошо сейчас да охуеть драки драки все кукурузу кукурузу мне я тебе передал ожесточенные бои вот супер я ем 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 спасибо он за любом он вот здесь стой мужик постойте а что вообще не пугает человек который на тебя оружие наставил эй ты че делаешь а че я что пиздец а извини но постой надо было по другому эй он меня привез в магазин ты че делаешь поставь его я его лично этот он меня в магазин привез мы идем сейчас обратно уезжаем по домам что ты творишь эй ты не слышишь что ли нет нет зачем ты его посадил в тюрьму ты тоже пойдешь какую тюрьму я тебе только что объяснил почему я не дома он меня привез потому что умирал от головы замечательно у тебя было большое количество времени ты купил что мы помогли тебе человека задержать который от тебя убегал ты адекватный нет не 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 ты меня не тронешь ты меня не тронешь вообще причина 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 ты только что сказал вазы кассы мне то что все окей ты только что мне сказал на кассе то что все окей долбоеба кусок алё придурочки да я твой рот ебал что ты делаешь идиотин тупоголовый сука просто иди мужики спасать я долбоеб напал куда мы идем я блять пытаюсь уйти из магазина алё вы че делаете ебнутые ну ладно ты придурок себе палку в эту в задницу запихать что ты сука делаешь идиот а окей ты будешь посажен джао кстати я тебя уведомляю об этом ага значит мы делаем так тебе телепортирую да 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 привет телепортируй пожалуйста не я хорошо сейчас тэпнусь к тебе зам сейчас тэпнусь я просто сейчас получается в такой рп ситуации был я приехал в магазин поесть был комендантский час у меня голод уже приближался к нулю а сдыхать от голода ну это бред такой себе вот я зашел в магазин чисто еды купить ко мне подходит полицейский и он хотя давай я его сейчас тэпну так выходит я захожу в магазин с едой вот эта пятерочка меня привозит туда мой товарь и я покупаю еду он меня сначала хотел посадить в тюрьму и я ему объясняю то что я обыграл тп рп так то что я умираю от голода и мне срочно нужно поесть поэтому я нарушил правила комендантского часа он на это нормально отреагировал и говорит окей хорошо я только что тебе сказал что я умираю от голода я хочу есть очень сильно начал арестовывать другого человека другой человек нарушил несколько раз правила эфир рп бегал от него по магазину пока вот он размахивал оружием и стрелял в магазине тот человек не испугался он был кажется барыгой каким то я его за это заджарю вот и тут же он я не понял почему с какого вообще перепуга он начал переключаться на меня и на товарища хотя мы ему объяснили что вот он меня привез точнее мой товарищ меня привез в магазин чтобы поесть а причину почему я нарушил камчатс я ему уже объяснил в тот момент как я зашел тогда он на это закрыл глаза и спокойно отреагировал а потом он что то начал не знаю неадекватно себя вести бегать постоянно меня лупить палкой я ему говорю мол какого хера ты делаешь естественно без нецензурной лексики не обошлось ему на это было все равно вот откровенно я ему объясняю мол а как так выходит то что ты сначала нормально меня пропустил в магазин и не докопался до меня а тут вообще непонятно с чего он начал просто бегать за мной бить меня палкой и сажать в тюрьму ему на это было все равно абсолютно он просто бегал бегал так вот лупил меня палкой по какой причине ариснул то что я не дома во время камчатса хотя заранее за две где-то минуты до этого он нормально все на это отреагировал я ему объяснил почему я не дома потому что я по рп умираю от гол вот и получается у него 3,24 а игнор рп у него нет получается тихо подожди не говори когда говорит другой да заткни балла свое пожалуйста ты уже сказал свое все что хотел в пятерочке теперь очередь на кассе другая ты как бы не в первых рядах заткни балл я хотел узнать это нарушение правила 3,24 вот почему я до сих пор считаю что он также нарушил игнор рп диалог же в войс чате нацелен на какое-то рп взаимодействие то есть у нас была рп ситуация что он хочет меня посадить в тюрьму я с ним завожу диалог и нормально ему грамотно объясняю что вот только что ты не хотел меня сажать в тюрьму потому что я тебе все нормально объяснил в этом случае он попросту забил хер на то что с ним проводится рп диалог как раз касаемо той самой ситуации которую он начал сам провоцировать я прочитал суть правила игнор рп и могу с уверенностью сказать что оно очень хорошо сюда подходит я не знаю почему администратор думал в тот момент иначе фри милиция да получается нарушение правила игнор рп нету я прочитал но трактуется так то что он проигнорировал рп какой-то там диалог или процессы в принципе он попадает и под это нарушение то есть у нас с ним был рп диалог твердый знак он спросил почему я не дома я ему объяснил так и так у нас завязался ну рп диалог правильно но у нас рп ситуация была он сначала узнал у меня почему я не думал во время камчаса чтобы меня ну в конечном итоге посадить я ему рп объяснил причину потому что я от голода умирать скоро буду и он на это нормально отреагировал то есть у нас рп диалог в рамках игры буквально через 2 минуты он забывает про этот рп диалог он его игнорирует и игнорирует то что он до этого мне разрешил спокойно закупиться в магазине во время камчаса то есть он игнорирует вот это правило и рп ситуацию которая была до посадки меня в тюрьму игнора рп это какового нету ну можно конечно за за уши подтянуть ну во первых это не за за уши это если читать правила и опираться на то как оно трактуется оно вполне себя обосновано извини что перебиваю оно просто описывается как запрещено игнорировать рп действия направленные в вашу сторону скрипу привет трактуется что и я ему дал время на то что он сходил домой ну то есть купил еды и сходил домой а как я домой пойду если ты посадил человека который меня привез туда ну так у тебя есть ноги ты можешь зайти ну я уже вышел с магазина ты бегаешь за мной с палкой и пиздишь меня ты чё не адекватный что ли ты просто бегал я тебе помог чела который феррп нарушил наказать ты чё ёбнутый молодец я тебя поздравляю я жалобы не писал ты сам это сделал это твоя проблема держу в курсе ты бегал за своим другом или за вот этим да то есть моя проблема в том что я помог тебе наказать феррпшника правильно ты совсем ёбнутый в край чай спрашиваю у тебя демка есть или нет а почему я должен демку показывать у меня жппл вы наверное привыкли извлекать для себя что-то новое из этих будней администратора так вот тот самый случай ребят если на жалобе человек вот так вот отвечает на вопрос мол а я разве должен показывать демку то либо а у него ее нету либо б у него есть демка но там записаны его нарушения пользуйтесь и не благодарить ну а в моем случае у него ее попросту не было у тебя есть демка или нет тебе вопрос задали прямой ты чё еврей что ты отвечаешь на да конечно на этот на вопрос вопросом так и зачем можно зачем ну тогда завали ебало и и отсиживай фри милицию алё ты же б подал алё я же б еще не подавал никуда тики да нет никакого я короче тебя тэпнул для того чтобы уточнить с администратором есть ли нарушение правила игнор рп объяснил ситуацию я человеку он сказал то что нарушение фри милиция так вот значит хей бен ты получаешь пизды за нарушение правила фри милиция оно предусматривает джайл от 15 минут до полутора часов ты получаешь 30 минут джайла за правило 324 ну он так делал потому что ему просто захотелось он вот посадил одного второго третьего молодец ну камчат был в тот момент но он ты понимаешь он со мной прп поговорил насчет этого и меня отпустил а потом его вдруг переклинило резко и не понял почему и он тут же начал меня пытаться посадить в тюрьму затем скрывается такая интересная подробность что мол я нарушил фррп я пошел глянул демку я как оказалось он просто на несколько секунд изначально достал оружие а потом начал все остальное время за мной бегать с палкой как вы это видели ранее так что я вам предлагаю разлетись на а мне он оружие мы не угрожали мы начнем с этого а я бегал за мной с палкой а а почему ты говоришь что ты на него рупер наступлял ну хорошо он бегал все время за мной с палкой обман походу биба у тебя тэнка есть да я сейчас гляну даже сейчас остановлю запись вот будьте как я я охуенный у меня есть демка я сразу об этом говорю даже если бы я там нарушил я бы спокойно бы сел в джайл и закончил бы запись на этом тем более показал бы вам то как я сел в джайл но естественно его бы тоже посадили у него оружия не было у него обману не страшно ну смотри я сейчас гляну я тебе скажу как есть человека задержать который от тебя убег казал вазы кассы мне то что все окей ты только что мне сказал на кассе то что ну смотри он получается сажает одного чела потом моего водителя он сажает затем он подбегает ко мне и просто вот я не знаю с каким то бешенством начинает мне тыкать оружие затем я ему нормально с ним диалог завожу и он мне говорит то что вот камчасты не дома я ему указываю на то что он заранее мне до этой ситуации сказал мол окей так смотри у него фрп нету поскольку он не нарушил там каких-либо правил фрп он не выполнял действия которых даже не было то есть ты ему ничего не говорил и если ты даже ему что-то говорил то ты не читал и ну то есть он сошелся на мировую и ты убрал уже это первое потом второе у тебя сто процентов фри милиция потому что как я понял ты его хотел поставить в лицо он тебе объяснил ты ушел через некоторое время возвращаешься ему что-то там сказал и начал избивать его дубинкой то это фри милиция ну я тебе уже это говорил и у тебя ты милиция то есть чем дальше разборка заходит тем больше у тебя я не знаю доказательств своих нарушений ну кстати еще прикол больше и обман да ну вот он чела ловил в супермаркете который нарушил фррп мы ему с моим водителем помогли найти этого чела мы его быстренько окружили он подошел его заколол наручники посадил его в тюрьму но я после этого его еще заджалил за фррп полицейский который ему гражданский помог поймать какого-то нарушитель но вряд ли будет еще также гасить его пиздить палкой спустя минуту буквально и бегать за ним и сажать его тоже в тюрьму у него демку ее покажут и все а ты демку сам писал или нет? демку ты писал, нет? Бен? а я обязана отвечать? да шутя блять за ответ все таки я обязан это или нет? ты же на разборке сейчас находишься? ты писал демку в этот момент? да я это поправлю я тебе еще раз говорю еще раз говорю щас демку писал или нет? ты на вопрос можешь ответить? ну щас подожди что? чего мне ждать? ответь ему что еще раз? ты демку говорю писал? ты сука глухой или что? нет нет? то есть он даже не уверен блять в своих словах поэтому он до этого ответа уходит пиздец просто и он по факту сейчас столько времени потратил еще и оправдываться пытался просто нахуй его не 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 нахуй при милиции ну да ну да молодец все признался ИПА